Диорама «Курская битва». Когда заходишь в эту диораму, ощутимее становится теплее. Художник использует яркие краски и тёплые тона, для того, чтобы показать время года, лето 43-го, и для того, чтобы показать жар предстоящего боя. «Курская битва», битва, победа в которой стала окончанием коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, того перелома, который мы заложили ещё в Сталинграде. Обратите внимание на роспись стен. Узнаёте художника? Это Корнеев, тот самый художник, который расписывал стены в диораме блокада Ленинграда. Глядя на эти сцены, можно увидеть подготовку к Курской битве, её начало, ход и нашу победу. Курская битва продлится 50 дней с 5 июля по 23 августа 43-го года. Но на диораме художник, автор этой диорамы Пресекин, изображает только одни сутки – 12 июля 43-го года. Глядя на диораму, мы становимся свидетелями самого крупного встречного танкового сражения в мировой военной истории знаменитой битве под Прохоровкой, когда на одном поле в лобовом бою сходится около 1200 единиц боевой техники. С двух сторон такого не было больше нигде и никогда. Поле под Прохоровкой превращается в настоящий горящий котёл. Земля горит в прямом и переносном смысле, и мы, видя этот бой, как бы чувствуем его жар. Вы видите дом, в который попал снаряд, и дом загорелся, и, судя по бегущим оттуда немецким солдатам, это был немецкий штаб. Обратите внимание на одну интересную деталь – горящие головешки, тлеющие головешки. Такое ощущение, что буквально несколько минут назад они горели на самом деле. Как же художнику удалось добиться такого эффекта? В современном мире существуют специальные краски, светоотражающие, но когда диорама создавалась, такого не было. Этот эффект достигнут с помощью битых ёлочных игрушек красного цвета. Маленькие зеркальные кусочки помещены на эти головешки, и поскольку на них попадает свет, создаётся эффект тления. Обратите внимание, что немецкие солдаты изображены в основном к нам лицом, а наши солдаты в основном спиной. Это мысль о том, что Курская битва – это немецкая наступательная операция «Цитадель», что мы оборонялись. И вот этот боец, который стал центром диорамы, который вот один смертельный рукопашный против четверых немецких солдат, он стоит спиной, потому что таких, как он, были сотни тысяч. Фигуры людей, если их сравнивать пропорционально с техникой, художник изображает гораздо крупнее, чем это было бы на самом деле. Несмотря на то, что Курская битва – это битва техники, битва моторов, битва горючего, всё-таки главное – это человек. Человек, который воюет в этом танке, человек, который этот танк сделал. Есть такое выражение – мирное небо. Какого оно цвета? Оно ярко-голубое. Несмотря на то, что всё кругом горит, и столпы дыма поднимаются до самого неба, это первая диорама, в которой мы видим небо голубого цвета. Потому что отсюда война окончательно повернёт на запад, и потому что отсюда начнётся дорога к нашей победе. Как я уже говорила ранее, стены этой диорамы расписывал художник Корнеев, автор диорамы «Блокада Ленинграда». И опять мы видим, что он изображает салют. 5 августа 1943 года были освобождены города Орёл и Белгород, и в честь этого события на Красной площади впервые в её истории был дан салют. Какие они разные, эти салюты, здесь и в блокадном Ленинграде. Если там это была радость отчаяния, то здесь мы видим разные человеческие лица, настоящие человеческие эмоции, цвета, одежда. И вот эта девочка в красном платье, она стала центром этой росписи. Смотрите, она стоит между несущимся под откос немецким эшелоном и грудой, и скорёженной немецкой военной техники. И она с таким восхищением смотрит в небо, где распускаются волшебные цветы салюта. А 23 августа освобождением города Харькова заканчивается Курская битва нашей полной победой, и война окончательно поворачивает на запад. Итак, после нашей победы под Курском немецкие войска отступают за Днепр, уничтожают за собой все переправы и занимают высокий скалистый правый берег Днепра и ждут нас, когда мы с низкого болотистого берега подойдём к реке и начнём её форсировать. Поздняя осень, ледяная вода, Днепр шириной местами до двух километров. Одна из самых кровопролитных и потерянных битв для нашей армии в ходе Великой Отечественной войны. Диорама форсирования Днепра уникальная. Всё дело в том, что её автор, художник Виктор Дмитриевский, сам был участником этих событий и изобразил для нас то, что видел своими глазами. То событие, в котором принимал участие сам. Форсирование Днепра – крупнейшая военно-инженерная операция Великой Отечественной войны, целью которой было освобождение Украины, Киева и выход на границу Советского Союза. Как напишет Виктор Дмитриевский в своих воспоминаниях, после взятия вот этого небольшого участка, лютерского плацдарма, вода в Днепре четыре дня была красного цвета. По статистике, с левого берега из пяти бойцов до правого доплывал только один человек. А как же быть с техникой? Вот почему форсирование Днепра – это крупнейшая инженерная операция. Дело всё в том, что именно здесь наши военно-инженерные войска проявили не то, что чудеса доблести и героизма, а чудеса профессионализма. Днепр находится в низине и по ночам покрывается густым туманом. И вот в этом тумане наши инженерные войска прокладывали переправы для техники ниже уровня воды. Для того, чтобы в тёмной осенней воде эти переправы не сразу были заметны немецким лётчикам, главная цель которых была разрушить эти переправы. И в радиограммах немецких лётчиков звучали слова «Русские танки идут по воде». За эту битву было дано больше всего звание Героя Советского Союза, как за одно сражение. Две с половиной тысячи медалей. Днепр, река Героев, так говорят. Это почти четверть от общего количества героев Советского Союза, которые были даны за всю Великую Отечественную войну. Линия фронта при форсировании Днепра растянулась на 750 километров. Украина, кормилица и житница нашей страны, избита и изранена вражескими снарядами. Центральная сцена этой диорамы, сцена уже на правом берегу с красным знаменем, самым ярким цветовым пятном на диораме. Художник нам говорит о том, что да, мы это сделали, мы действительно сделали невозможное. Мы освободили правобережную Украину, освободили Киев. И уже 26 марта 1943 года вышли на границу Советского Союза. Диорама «Штурм Берлина». Художник Сибирский, автор этой диорамы, намеренно не вложил в роспись стен никакой особенной исторической содержательности. Да, мы видим руины разрушенного Берлина, руины разрушенной нацистской Германии. Мы видим наших бойцов, мы видим солдат противника. Но главное не это. Мы, как и наши бойцы, идем к цели, последней, самой главной цели, к Рейхстагу. Мы с вами находимся в самом центре Берлина. И наша цель – это Рейхстаг, последний дом войны, так называли его наши бойцы. По нашему плану, Знамя Победы должно было развиваться именно над этим зданием. Перед нами Королевская площадь, последние метры до нашей победы. Обратите внимание на движение в этой диораме. Все направлено к Рейхстагу. Орудия, прокопанные траншеи, движение бойцов, потому что Рейхстаг – это главная цель. Художник Сибирский среди грековцев считался лучшим специалистом в изображении огня. Посмотрите, как горит здание Генерального штаба. Именно здесь был принят и подписан план Барбаросса, план по молниеносному захвату Советского Союза. И вообще огонь, он как бы обрамляет всю диораму. Горит Генштаб, горит Рейхстаг, и даже с этой стороны мы видим залпы наших Катюш. На диораме есть солнце, и оно тоже цвета огня. Но несмотря на то, что все вокруг горит и затянуто дымом, самая главная сцена этой диорамы очень хорошо видна. Полковник Зинченко передает своим лучшим разведчикам, сержанту Михаилу Егорову и младшему сержанту Мелитону Кантарии Знамя Победы. Именно это знамя стало самым ярким цветовым пятном на этой диораме. И именно это знамя в ночь на 1 мая будет водружено на куполе Рейхстага. 2 мая Берлин сдастся, и уже в ночь с 8 на 9 мая будет подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. И будет победа! Рейхстага